Пять лет на канале Телемикс идет рубрика «Будем вместе». Каждую неделю мы показываем детей, которые по разным причинам остались без родителей. Так многие из них обрели семью. В том числе и эти дети нашли маму и папу. Лариса и Павел Кислицыны – счастливые родители. Говорят, секрет прост – много детей в семье. Старшему 20, он в армии, младший – 3 года. Когда мама уехала в Москву на 4 дня, все дела были на папе и дочерях. Когда мама уехала, я помогала папе гладить одежду, убираться, помогать брату делать уроки. Помогли в поездке на Всероссийский форум приемных семей губернатор края Владимир Миклушевский и депутат законодательного собрания Валерий Канн. Там обсуждались актуальные вопросы по поддержке усыновления. Лариса для себя выделила идею совета приемных семей. Они есть во многих регионах. Например, в Красноярском крае, Челябинской и Томской областях. Мы 6-й год, уже около 6 лет приемная семья. У нас какой-то опыт есть. Мы можем поделиться этим опытом с молодой семьей, которая только решает взять ребенка или только взяла. Вот такая вот поддержка. Где-то работает, но я так думаю, и хочется, чтобы у нас заработала. Итогом работы форума стало решение о создании Всероссийской ассоциации приемных родителей. Поскольку поддерживать такие семьи в стране необходимо, ведь став опекунами, они берут на себя огромную ответственность за воспитание детей. У нас к каждому ребенку, наверное, индивидуальный подход. То есть уже за это время мы узнали детей, кто чем дышит, в чем нуждается. И увидели, что у детей есть какие-то таланты. Талантов много. Дочь Яна недавно стала заниматься в музыкальной школе. Вика – активистка и КВН-щица в школе. Сын Александр увлечен компьютером. Станет ли это более серьезным делом, родители пока не уверены. Тем более у парня проявляются архитектурные способности. А у младшего сына Никиты еще все впереди. Пока он учится хорошо читать и красиво писать. Я еще чуть поближе, поближе. Ну ладно. Екатерина Рехтина, Николай Фарафонов, Телемикс.